Привет! На данный момент я делаю обзор на джигл, очень интересно, потому что, не знаю, краску я видел очень давно, про нее я тоже говорил уже до этого, находил, был момент, когда я видел, что она стоила 135 рублей, я думал, такого больше не повторится, и я точно не возьму ее на обзор. Не знаю, ну просто не то, чтобы жалко, но 200 рублей за банку не всегда находится, охота пойти просто покрасить, а когда надо набрать 6 банок одного и того же, плюс доставка, вот это вот все, как-то оно не идет. А тут подвернулась такая акция, 129 рублей за банку, и я такой, а что бы и нет, там с доставкой у меня вышло, что-то косарь с чем-то, косарь 200 что ли, вроде того. Вот. Не знаю, абсолютно просто хочу порисовать, показать вам какие-то кэпы, пообщаться, не знаю, расскажу ли я вам какие-то истории, нет, а может да, не знаю. Сегодня вообще настроение мне общаться, тем более я ненавижу запрошки, я у них разговариваю, не понимаю, вот стою в таком месте, не пойму, есть здесь кто-то или нет, вот. Приступим. Я заказывал краску с сайта Самокраска, прикольно. Они в комплект кладут скинни-кэп, и я подозреваю, что вот этот кэп похожий на... Сейчас подойду поближе к вам. Они положили еще 6 штук дополнительно. Короче, вот этот кэп похожий на Pro-кэп, только он больше похож на кэп от PH, который я последний раз красил, кстати. Ну, какой-то китайский кэп явно. То же самое, только есть ножка, по ощущению. Но когда рисуешь, все точно другое, потому что линию можно делать тонкой, но она очень пыльная, буквально, ну вот, то есть, очень близко проводишь, она более-менее далеко проводишь. Она уже максимально пыльная, еле заметная. То есть, кэп чисто на заливке. Также у них есть кэп. Он у меня почему-то один только, но мне кажется, что это у них этот штатный кэп, короче, постоянный. Вот он похожий на... не знаю, на что. Короче, черный кэп с черной пипкой. Тоже какой-то китайский явно бренд по виду, по качеству, по всему остальному. Сейчас посмотрим, как он себя ведет. Иначе просто не очень понятно, как без покупки кэпов заканчивать работу. Потому что рисовать только этим кэпом, ну, мне бы не было интересно. И плюс там, где, короче, бетон, он полупрозрачный. Он, это краска. Воу, это феткэп. Ага, все, спасибо. Либо это пыльный софт феткэпа. Прикол. Ладно. Ну, тогда давайте пойдем сразу по кэпам. Родной кэп мне не нравится. Феткэп тоже, ну, такой себе, знаете, переводить феткэпа. Ну, не на вагонах все-таки. Возьмем какой-нибудь Universal или вот Flame, например. Синенький Flame, тоненький. Посмотрим, как он себя будет вести. Ну, давление здесь, конечно, довольно сильное по ощущению. Не знаю, с чем сравнить. Не, как бы, линия, она прикольная. Только вот, ну, к примеру, смотрите, вот. Ну, то есть, это Flame Blue Skinny Cat, да, линия мягенькая, клапан мягенький. И линия контролируется в тонкость, все такое. Ну, вот у меня, например, с собой есть Maker Street для другого видоса. Вот. И просто покажу, как, например, ведет себя Maker Street. Такой младший брат Артона, да? Понимаете, да, о чем я хочу сказать вам? Вот полный нажим, вот, даже на таком расстоянии, на таком. Да, может быть, конечно, давление, понятное дело. Ну, большое, высокое давление, все такое. Но он такой, чисто, знаете, банка на заливку, вот по ощущению. А ты че, засрал всю стену, я вот до этого ходил, закрашивал все, а теперь все засрал. Вот зачем, спрашивается. Коль уж это что-то похожее на высокое давление, давайте посмотрим тогда работу Pink Head Cap'а на заливке. Не всю, конечно, заливку сделаем, но большую часть. Я потом хочу с Lego пработать, он мне просто больше не нравится. Это просто невероятно пыльная банка, просто ужас, капец. Я не знаю, зачем так. Ну, просто, я не знаю, я хромом крашу сейчас, по-моему. Хром, это... Хром в мире цвета. Джигл. Давайте. Это будет его сейчас, как это называется, промо. Сейчас. Хром в мире... А, нет. Я не могу серьезно стать. Забыл. Хром в мире цвета. Джигл. Хром в мире цвета. Смешно сказать. Да нет, ну не буду я отстоять. Lego Fat Cap. Извините. Lego Fat Cap. Еще одна промо. Джигл. Пылю с чего хочу. Ой. Пылю с любого кэпа. Нет. Джигл. Попылим. Блин. Ай, какой кринж. Ну, это ужас. Нет, ну, правда. Что это вообще? То есть, высокое мягкое давление какое-то. Высокое пыльное давление. Ну, то есть, типа, близко, да, нормальная линия. А когда ты чуть-чуть уже отдаляешь, он так пылиет ужасно. О, я придумал, придумал. Джигл сделал любой ваш кэп софт кэпом. Ай, чисто граффити-приколы. Ой, никто не понял даже в граффити. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаю, мне кажется, ребятам надо сменить просто у себя там какой-нибудь их слоган, если он у них в целом есть, и назваться «Лучшие градиенты просто так». Потому что пыль, знаете, вот прям, которая, мне кажется, нужна для градиента. Ну, типа, вообще не надо стараться, чтобы его сделать. Ну, вот. Что? Я даже не пытаюсь. А у меня градиент получается. Причем я делаю это с лего фаткэпа, который дает довольно четкий айфол. Ну, кому в этой жизни вообще интересно, что я делаю, как я делаю. И сейчас мне мама напишет, сынок, мне очень интересно то, что ты делаешь. Не говори. Она переживает, когда я себя принижаю просто. Промежуточный ток. Вот этот цвет абсолютно пыльный, не имея четкого ореола. Ну, имеется в виду вдалеке. И, в принципе, такой себе. Не знаю, цвет хороший, он насыщенный, клевый. Опять же, в заливку вы куда-то использовать класс. Средний цвет тоже неплохой. Пылит тоже. Ну, он получше был. Нижний мне понравился больше всего. Банк имеет четкий ореол. В принципе, заливает. Делаем также градиент и все такое. Короче, мысль такая, что, я так понимаю, опять Китай. И опять от банки к банке есть изменения. Или от цвета к цвету, или от банки к банке. Или где-то успели сменить клапан, где-то не успели сменить клапан. Опять же, ни хрена непонятно. Не знаю, цвета приятные. Я, в принципе, специально набирал такие самые мягкие цвета. Единственный был момент, что я сейчас не сразу заметил. Но вот от LEGO Fat Cap'а из-под клапана немножко течь начало. На одной из банок. Как раз на синий. Не знаю, не знаю, с чем связано. Но в целом, не знаю. Ну, типа, пока бюджет норм. Но опять же, это на заливку. На заливку, в принципе, любое говно пойдет. Ну, правда, от самых дерьмовых эмалей до даже валиков и так далее. Это вообще не важно. Что получается. Вопрос комфорта? Неплохо. Ну, то есть, опять же, если мы сейчас не выбираем, например, что-то... Нет, тут уже заливает все. Дождик идет. Если мы выбираем этот способ, чтобы не рисовать, например, эмали. Ну, то есть валиками не катать, кисточками не красить. То, ну, конечно, комфортно. Комфортнее там многих эмалей. Кэпы подходят, кэпы пишут как-то по-большому. Например, нижней банкой, мне кажется, очень красиво тегать можно. Вопросы вопросами, дела делами. Давайте посмотрим на конкурс, да? Ну, немножко поплачем, немножко таки скажем, ну, фу-фу-фу, говно-говно. Ну, не знаю. В целом, мне кажется, там будет понятно. Потому что, как я уже и сказал, любое говно в заливку пойдет. Все. У меня, короче, есть еще этот. Вот такой, крем-кэп. Посмотрим, как он себя поведет. Просто если уже и крем себя никак не поведет, то универсал тоже будет как-то так-то. и, ну, остальное будет как-то так-то понятно. Ладно, пузырим. Лучше, но не идеально. Ну, линия получается, она контролируется, она тоненькая. Ну, чувствуется такой, знаете, излишний передув. Слишком сильно дует. Вот эти шарики, ну, ореон, которые я называю, он слишком сильно их раздувает. Там, где не надо. Короче, то ли клапан, ну, клапан, наверное. Сама краска немножко жидковата тоже чувствуется. Но, опять же, по грунту рисую, по грунту это нормально. В принципе, ну, то есть, красивенько смотрится. А так, ну, немного перебор с этим. То есть, не знаю, на любителя. То есть, понимаете, по Т-шке очень красиво. Вот такие заливки некомфортно, потому что ты не можешь нормально проконтролить линию. То есть, очень тонкая линия, она, да, она везде может получиться тоненькой, такой, или бездрючной, все такое. Но когда ты заливаешь, ты хочешь получать что-то более стабильное, наверное, или понятное, или адекватное, сложно сказать. Субтитры сделал DimaTorzok. По бетону укрываемость такая себе, прям, ну, прям не очень, короче. Ну, так, чтобы наглядно просто показать. Ну, то есть, раз в два, а в три надо будет везде пройтись. Такая, чисто граффити, мальк, лайк. Мальк, короче, до меня дошло, в чем дело, как работает клапан. Вот, например, совсем тоненькое нажатие, ну, вот. Вот, где-то четверть нажатия, вот сейчас попробую. Вот, например, половина, и вот полная. И проблема в том, что половина вжимается максимально легко. Он очень мягкий, короче. То есть, вот я крашу, и я жду, вот, например, вот этой линии. Потому что привычно, когда я рисую, я получаю где-то такую линию, вот, с таким нажатием. Вот так скажем, понимаете? А тут надо нажимать еще меньше. А тут надо нажимать еще. Заключительный этап работы. Сейчас будут блики. Блики, аутлайн и вот эта вот вся мишура. На данный момент, не знаю, пойдет. Нет, правда, типа, нормально. Да, хочется. Вот, давайте я скажу, немножко, может быть, завышенный и все такое. Да, ну, да, 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 да. Но я подошел к этапу своего развития, когда я делаю довольно проработанные работы. Ну, и, соответственно, мне хочется, ну, спокойно делать детальки. И вот это вот все. И здесь немножко тяжело. Я последний раз красил артоном. Так, просто сходил, покрасил там в инсту, выложил, подпишись, не забудь. И кайфово. Любые детали, любые линии, любой контроль. Понятное, адекватное поведение банки. Дорого. Ну, конечно, дорого. Но о чем мы хотим за такие деньги? Ну, наверное, типа ты смотришь такого, ну, дорого, да, все дела. Но, опять же, банка потихоньку подходит к каким-то, ну, к уровню наших, это, зарубежных гигантов, так скажем. Ну, мы имеем вот такое. То есть, прикиньте, если бы у нас не было артона, например, ну, и что? Это нам, ну, после там условного трейна нужно было бы куда идти. Ну, хотя всегда, когда не было бы одного, было бы другое. Артон съел своего главного конкурента, на мой взгляд, Rush, который мог бы бороться, был бы просто Rush. И не умер бы сейчас, кстати, да. Ладно, блики. Ладно, аутлайн. Ну что, подведем итоги? Короче, скажу мысль по поводу бликов, потому что, ну, я на них заканчивал. В общем, в определенный момент своего рисования я зарекся, что я больше не беру дешевую банку на блики. Ну, потому что говно из этого всегда выходит. Вот. И купил, кстати, после этого Изи. Что-то пошло не так. Нет, Изи, кстати, не самый плохой. Клапан немножко туговат. И, может быть, чуть-чуть бы вот поплотнее была краска, и тогда это уже артон. Ну, ладно. И вот не нравится мне делать блики с совсем дешевой банкой. Некомфортно, вот не получается, не контролишь ничего. Вот она не хочет тонкостью ходить. Я когда вот дешевыми банками делаю, огромное желание есть просто взять и сделать шарики. Шарики, напылы, там еще что-то, но не вводить вот такие тонкие линии. В остальном, даже на контур, эта банка хороша, на удивление. То есть, если это не безумно сложные какие-то работы, и у вас не стоит задача делать мелких, большое количество мелких деталей, это хорошая банка. То есть, да, отлично. На заливку отлично, ну, если по грунту, давайте честно. По остальному, вы, скорее всего, изматеритесь по грунту, ну, неплохо, нормально. В принципе, довольно комфортно. Да и все, наверное, по поводу этой банки. Не знаю, неплохая бюджетка. Понимаете, если так смотреть, типа, если идти по бюджету, закупаться, да, типа, купить трейны, купить там. Понимаете, трейн на блике говно, вантейк на блике говно, ну, может быть, лучший из всех из них джигл на блике говно. Ну, и вот, понимаете, вот из всего из этого выходит, что, ну, например, как всегда, лучше купить контур и спокойно его делать. И лучше купить одну банку бликов, которую вам, скорее всего, хватит вообще на все лето, в моем мнении. Ну, то есть, это не та штука, на которой прям, о, боже, она так быстро летает. Нет, если не переводить банки для бликов, хватает ее реально надолго. Так что, спасибо, что посмотрели этот обзор. Не знаю, мини-не-мини, он там не очень понятно. Но, в любом случае, я остался, в принципе, доволен краской. За 129 рублей я вообще рад, прям, ну, какой я довольный. Но за 200 рублей, ну, сейчас такие цены, нормально. За 200 рублей прикольненько. Грунтанете стену, вообще, кайфанете. Ну, или почему-то куску будете рисовать, тоже неплохо. Ну, не бомбе, честно говоря, не знаю, она не так, она какая-то, это, непонятная, что ли. Ладно, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, снимайте соцсети, там их, что-то, какое-то количество есть. И запомните, ребята, все в мелочах. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok